Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Высота снежного покрова в Мурском районе Западной Армении достигла 6 метров. Около 6000 семей будут обеспечены квартирами в Арцахе, сообщает всеармянский фонд Айастан. Герой Арцаха Аркадий Тертадавусян, известный как Командос, доставлен в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Делегация французских дипломатов посетит Армению и Арцах. Госсекретарь США выступил за политическое урегулирование в Сирии. Достопримечательности Западной Армении – крепость Ромкла Айнтапа. Открытие выставки изобразительного искусства состоялось в школе Ю.В.С. Дилиджан. Высота снежного покрова в провинции Мур в Западной Армении достигла 6 метров. Несколько дней не прекращался обильный снегопад. Уже отключено сообщение со 151 горным сельским поселением. Продолжаются работы по восстановлению дорожного сообщения в городе Муш и прилегающих населенных пунктах. В этом году зимы во всех регионах Западной Армении были тяжелыми, поэтому опасность оползней возрастает вместе с таянием снега и обильными дождями. В этом году, 25 марта, в правительстве Республики Армения под председательством премьер-министра Никол Пашиняна и президента Республики Арцаха Райка Рутюняна прошли консультации, посвященные социально-экономическим вопросам Арцаха. Присутствовали члены правительства Республики Армения и исполнительный директор Всеармянского фонда Айастан Айкак Аршамен. Об этом сообщает Всеармянский фонд Айастан. В ходе встречи была подчеркнута актуальность реализации программы по реабилитации жилья и инфраструктуры в Арцахе. В рамках программы около 6000 семей в Арцахе будут обеспечены жильем, будет создана и восстановлена необходимая инфраструктура. Эта программа вместе с другими текущими программами позволит всем уехавшим семьям вернуться в Республику Арцах. Необходимая сумма будет представлена в фонд для обсуждения. По итогам встречи также было решено, что правительство Арцахской Республики в ближайшее время представит подробное описание программы на 2021-2024 годы. Реализация которой будет обсуждаться между правительством Республики Армения и фондом Айастан. Как сообщает Ньюз АМ, в медицинский центр Айрабуны был доставлен герой Арцаха, командующий военной операцией по освобождению Шуши, герой Арцаха генерал-майор Аркадий Тертадевосян, известный как Командос. По информации СМИ у него серьезные проблемы со здоровьем, и он проходит лечение в больнице. Государственное телевидение Западной Армении желает многоуважаемому генералу здоровья и скорейшего выздоровления. В ближайшее время Армению и Арцах посетит делегация французских дипломатов во главе с председателем Кружка дружбы Франции Арцах, депутатом Абуш-Дзюдона Гит Асье. Как сообщили Армен Пресс в отделе по связам с общественностью и прессой Национального собрания Республики Арцах, Гит Асье заявил об этом в письме спикеру Национального собрания Артура Товмасяну, в котором поблагодарил спикера Национального собрания за поздравительное послание по случаю Международного дня франкофонии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона считает политическое урегулирование единственным способом преодоления кризиса в Сирии. Об этом он сказал в ходе заседания Совбез ООН, проходящего в видеоформате. Хотя сегодняшнее заседание посвящено гуманитарной ситуации в Сирии, важно отметить, что единственное долгосрочное решение, которое позволит прекратить эти страдания, это политическое урегулирование и прекращение конфликта, цитирует его ТАСС. Ранее в межведомственных координационных штабах России и Сирии заявили, что в САР возможен новый миграционный кризис из-за политики жестких ограничительных мер США и их союзников. Крепость Ромкла расположена на усилиянии рек Ефрат и Пармазен в провинции Айнтаб Западной Армении, расположена на высоком скалистом холме. Здесь находятся важные памятники, такие как исторический монастырь Баршавма, Платина Динг, Церковь Святого Нерсеса, которые с точки зрения природы и истории делают это место привлекательным туристическим центром. Ромкла, который на протяжении всей истории охватывал множество цивилизаций, считается местом, где создавались копии Библии во времена раннего Средневековья. Исторически Ромкла расположена на естественно чудесной земле, окруженной с трех сторон изумрудно-зеленым озером, в окружении крутых скалистых холмов, вместе с влиянием реки Мерзиме и Ефрат. Ромкла – это место, на котором сохранились следы таких великих цивилизаций, как Урарту, Вавилон и Шумер. Крепость внесена министерством культуры и туризма в список 13 самых красивых замков мира. Среди построек, которые сегодня можно увидеть в замке, это Церковь Святого Нерсеса, монастырь Баршавма, остатки многих построек, водохранилища, колодцы и траншей. Ретроспектива «Фау Хаус» – выставка изобразительного искусства, на которой были представлены работы 27 художников со всего мира. Коронавирус и Арцахская война оказали глубокое влияние на школьное сообщество UWC Дилижан, заставив многих взглянуть на реальность с другой точки зрения, задав острые вопросы о смысле жизни, семье, обществе, природе, истории, культурном наследии и искусстве. Представленные работы – это, по сути, попытка найти ответы на эти вопросы. Выставка заставляет задуматься посетителей над этими важными вопросами. Выставка визуальных искусств – ежегодное мероприятие, проводимое с момента открытия школы в 2014 году. UWC Дилижан – первая международная школа на постсоветском пространстве, работающая по образовательной модели UWC. Школа открылась в 2014 году в Дилижане, Армения. В настоящее время в нем обучается 226 студентов из более чем 80 стран мира, а преподавательский состав включает 26 учителей из 11 стран. Идея создания UWC Дилижан принадлежит прибыльным инвесторам, социальным предпринимателям Рубену Вартаняну и Веронике Зонабенд, которые реализовали ее при поддержке других спонсоров-учредителей. Вы можете прочитать статью полностью по следующему адресу. Далее для вас ансамбль Маргарит Нер и Канка Танин. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня все. Желаю вам всего хорошего.